ну короче я как всегда недовольна недовольна тем что меня тащит вот чё тащит меня напрямик когда можно вон там по дорожке пройти вот и я это не не подготовилась поэтому к видео чтобы рассказать что я вижу поэтому к задержка заминка пока все смотрите тут а я рассказываю что тут интересного интересного следующее когда выходишь из отеля наш отель покажи вот двухэтажный вот крио написано на первом этаже у нас я показывал что можно прям выйти и смотреть сюда на море на океан вот значит тут первая мысль у меня когда я вышла я сразу подумала ну надо же закат моей жизни ну вот точно так же да вот так вот выглядела на модели и солнце туда уходит вниз вот это вот и есть первая ассоциация вторая ассоциация это черный песок такой нет не хочу рука будет грязная такой же черный песок на халактырском пляже был это камчатка вот точно такой да 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 все нагревается все черное все хорошо нагревается да вот вот он такой крупный такой ух классный вот это вторая ассоциация с этим черным песком ну и еще что что еще то ну вот все таки мадейра мадейра да она а что но характерский пляж вот это черная да да ну атлантика еще до атлантика вот как бы по-любому все равно это атлантика сразу понятно да морем пахнет атлантический океан какими гневыми для меня никаких для меня нет для меня просто морем но нигде конечно вот таких вот не было скал я говорю уже скалы мохер эти утес это в ирландии мы их не смогли посмотреть из-за того что там такой дожди на был так все там ну как посмотрели конечно но все в такой дождевой дымки было а здесь то вон какое прекрасное солнце все идеально видно просто это я хочу сказать сухие да а воняет да пахнут хорошо да 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 на самом деле по хоть и погода замечательно но все равно тут же не тепло муж вон варежках идет я иду в это руки в карманах потому что иначе холодно руки мерзнут вот купаться нет на характерском пляже я тоже говорю а чего сланцы с собой взять купальник для фотосессии все хохотали надо мной что я собралась сланцы купальник так и здесь никаких сланцев никакого купальника тут так ну я думаю дальше не надо идти а то сейчас как пойдет волна нам о чем у меня другой обуви нету я приехала меня двое брюх меня спрашивает скажите что вы там в рюкзак положили не скрывайте не скрываю у меня нету другой обуви кроме этих ну и назовем их закрытых туфлей да вот закрытые туфли и все больше нет большие волны да вот значит у меня еще есть сланцы тоненькие-тоненькие совсем легкие вот ну три кофты само собой вот там ну как всякие гигиенические вещи но из одежды у меня ничего нет вот все что на мне это вот куртка вот это вот еще одна нет я про я говорю про то что для тепла у меня ничего нет да люди людям здесь вот я смотрю сидят курят до своей усилить вот люди здесь в зимней одежде ходят конечно прямо ну в зимних ботах и в шапки и в алясках вот то что мы одеты конечно довольно легко это правда но не холодно то есть вот если бы погода была бы другая наверное мы сказали ой мы совсем неправильно оделись но погода такая что нормально вот в этой одежде в которой мы приехали все нормально а так-то снег дальше да мы вообще думали что это конечно будет здесь никто нету вот так но все все увидели да все вот так кругом всем привет из исландии город вик